Атмосфера в парке Харенка зашкаливает. Кинотеатр под открытым небом начал работать с полудня. Дал старт фестивалю просмотр российского фильма «Чебурашка». А теперь покажут лучшие фильмы прошлых лет. Проект зародился в 2014 году во Владивостоке. В Иванове фестиваль стал доброй традицией. Проводится в шестой раз. Для людей тоже это очень интересно, здорово. Когда ты смотришь фильмы, короткометражные фильмы, наши отечественные фильмы в таком не очень обычном месте, на поляне под открытым небом, особенно когда сумеречное время приходит. Тут начинается очень красиво, атмосферно быть. Ситуация потом, надеясь, что сегодня всем понравится. Какие у вас впечатления от сегодняшнего фестиваля? Что успели посмотреть и какие планы? Пришли на «Чебурашку», вот сейчас смотрим короткометражки. В принципе, очень интересно, удобные сидения. Вообще, ребёнок у нас тут с «Чебурашкой» развлекался. Мы хотим оценить каждое произведение, потому что в прошлом году тоже всё очень понравилось. И сделать какие-то свои выводы. Я успела посмотреть разные фильмы, и они мне очень понравились. А ты посмотрел какой фильм? «Чебурашку» показывали и смотрел? Как? Расскажи тебе. Ну, мне очень удобно было. На пуфиках удобно, да, сидеть? Да. Вечером конкурсная программа. В неё вошли короткометражки, созданные за последние два года российскими режиссёрами и сценаристами. Семь лент, отобранных экспертами, из более чем 900 заявок. Традиционно победителя фестиваля выбирают зрители. При помощи фонариков они голосуют за лучший фильм, а специальное устройство «Люксометр» замеряет уровень света. Победитель будет объявлен в Москве. Он получит главный приз. Грант в размере полутора миллионов рублей на съёмку полнометражного проекта. Юлия Сёмина, Максим Шишкин, телекомпания «Барс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...